Главная цель научной площадки – объединить ученых и практиков для решения экологических проблем. Идей для научного обсуждения достаточно. Как утилизировать пластик и очистить водоемы и почву от нефтеперерабатывающих отходов. За 16 лет участники Конгресса нашли единомышленников по всему миру, к примеру, во Франции и Италии. Главная цель встречи – дать возможность молодежи представить свои научные достижения. Одна из его участниц – студентка Самарского политехнического университета Анастасия Михайлова, не первый год занимается разработками в экосфере. В своей научной статье девушка пыталась найти ответ на вопрос, что делать с асфальтомаслянистыми отложениями, которые скапливаются на нефтепроводе, испаряясь и загрязняя воздух и почву. Девушка предлагает построить битумный завод, на котором можно переработать этот материал. Мы разработали такую идею, которая помогает не только перерабатывать нефтешламы, которые непосредственно происходят в процессе добычи, транспортировки, переработки нефти, но мы еще предлагаем перерабатывать нефтешламы, которые уже существуют, которые захораниваются. То есть мы предлагаем нефтешламы, которые захоронены где-то, они в очень большом количестве на самом деле. Мы предлагаем их тоже переработать. Они в целом на окружающую среду негативно воздействуют. Они могут попасть как и в подземные воды, в грунтовые, так и испариться, попасть в атмосферу. Чтобы помочь природе хотя бы на бытовом уровне, ученые советуют заменить целлофановые пакеты хлопчатобумажными. Есть разработки, позволяющие перерабатывать бутылки из-под лимонада в волокно. Показываем людям выставку «Вторая жизнь. Отход». Во что можно переработать бутылку? Пластиковые наши пакеты и покрышки. Можно делать влажные салфетки, которыми мы с вами каждый день пользуемся. Все это может быть переработано из бутылки. Всякие там нетканные покрытия, автомобильный коврик. Вот, именно этот коврик переработан из бутылки. Ну здорово ведь, да? Не 500 лет портит нам окружающую среду, атмосферу, а вот сколько реальной пользы приносит. Научный форум проходит в Самаре с 2003 года. Победители конкурса проектов могут получить гранты. Ученые с именем могут рассчитывать на материальную поддержку до 6 миллионов в год. Студенты, делающие первые шаги в науке, награн до 500 тысяч рублей. Как раз сегодня будет пленарное заседание. Я не сомневаюсь, мы услышим очень яркие доклады. И надеюсь, что как молодые участники, так и участники из других регионов, а география участия очень широка, они смогут обменяться опытом, узнать что-то новое, ну и представить свои достижения. Экологический конгресс завершится 28 сентября. Помимо грантов, победители смогут отправиться в Италию, в международную летнюю школу. Валерия Куценко, Сергей Баскин, События.